Через 19 дней состоятся выборы депутатов Югур-Кукенеша. 54 народных избранника будут выбраны по пропорциональной системе, 36 по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. На сегодняшний день ЦИК проводит усиленную подготовку к предстоящему выборному процессу. Подготовка к выборам идет хорошими темпами. На сегодняшний день почти все избирательные комиссии уже готовы. Приняли форму бюллетней и уже на днях будем тестировать автоматически считающие урны. В принципе, ЦИК с региональными подразделениями все готовы к выборам. Но есть у нас календарный план, по этому плану мы работаем. И в зарубежных странах участки открываются уже готовы. Напомним, что 29 октября в стране стартовала агитация. С начала кампании в органы внутренних дел всего поступило 61 сообщение о нарушениях избирательного законодательства. Из них в ЕРПП по преступлениям зарегистрировано 19 заявлений, по проступкам 13 заявлений. В журнале учета информации зафиксировано 29 фактов. Именно в части 192 статьи, это подкуп голосов избирателей, зарегистрировано всего 16 фактов. Из них на сегодняшний день расследуется 10 фактов. И 6 прекращено за отсутствием состава преступления. По использованию адмресурса 6 фактов зарегистрировано. В настоящий момент в производстве 2 и 4 направлены в суд для судебного разбирательства. Главная задача предстоящих выборов является недопущение подкупа голосов и использование административного ресурса. Избирательному процессу нужно обеспечить открытость и прозрачность. Сегодня со стороны координационной группы оперативного реагирования совместно с сотрудниками Центральной избирательной комиссии, ГКМБ, МВД и других правоохранительных органов ведется активная работа по мониторингу процесса подготовки к выборам. В то же время наши граждане должны понимать, что именно избиратели могут привести в Дюгур-Кукинеш самых честных и достойных справедливых кандидатов, отмечают политологи. Сейчас сильно ужесточены меры против подкупа, поэтому и партии очень боятся подкупать, но и люди должны понимать, что они также могут подвергнуться как административным, даже уголовным выследованием. Поэтому 2, 3, 4, 5 тысяч, которые они могут теоретически взять, могут обернуться для них очень большими юридическими проблемами, поэтому брать деньги ни в коем случае нельзя. Банально, конечно, вы торгуете своим будущим, будущим своим детей, любое чаепитие, любые маленькие подарки, это все подкуп, и на это не стоит вестись. Нужно внимательно слушать, скажем так, программу кандидатов, что они предлагают, какие конкретные методы, какие достижения своих целей. То есть, чем внимательнее вы их выслушаете, зададите конкретные вопросы, этим поделяется качество депутата, а не тем, что он обещал, по жизни ничего не сделал, и одни пустые лозунги, не подкрепленные никакими цифрами, не расчетами. Отметим, в день выборов за порядком будет следить свыше 11 тысяч сотрудников МВД, кроме того, создано более 200 групп документирования из наиболее опытных сотрудников, которые займутся фиксированием нарушений. На сегодняшний день специалисты Министерства внутренних дел проводят круглосуточный мониторинг СМИ, соцсетей и не только. Также для обращений граждан в ЦИК запущена работа колл-центра по номеру 1255.